Позади весенние каникулы и у школьников четвертая четверть. Последний рывок перед окончанием учебного года. Вот только для выпускников остаются считанные дни до сложного и пугающего ЕГЭ. Волнение, волнение, еще раз волнение. Так же, как и наши дети, волнуемся и мы, родители. Но так ли страшен экзамен, как многие об этом думают? Родителям выпускников предложили самим убедиться в этом и пройти процедуру экзамена. Меры безопасности соблюдены, личные вещи и телефоны сданы, при себе только паспорт и черная гелевая ручка. Родителям предстоит сдать базовый вариант математики. Неужели они еще помнят школьную программу? Мы вчера сели с сыном, он мне рассказал, напомнил какие-то упражнения. Синусы, косинусы, тангенсы, корень квадратный. И немножко я вспомнила учебу. Еще родители должны знать, что во время экзамена работает медпункт. Дети обеспечены водой и при необходимости лекарствами. Работает система подавления сигнала телефона и видеонаблюдения. При обнаружении шпаргалок ученик удаляется с экзамена без права пересдачи. Директор школы номер 4 Ирина Викторовна Трубицина обращает внимание родителей на изменения в сдаче ЕГЭ. В этом году поблажек в связи с пандемией не будет, и экзамен предстоит сдавать всем выпускникам. Изменилась система начисления баллов. Многие предметы усложнены, ужесточены критерии оценки, обновились многие задания. Но и это родители не пугают. Если ребенок готов, то он сдаст на 100%. Главное не волноваться успеховым и всего хорошего. Если экзамен предстоит сдавать школьнику, то зачем устраивать такой же экзамен папам и мамам? Цель одна – познакомить родителей с самой процедурой проведения экзамена. Ведь, конечно же, это мероприятие очень волнительно как для детей, учителей, так же и для родителей. И вот для того, чтобы снять эту напряженность и волнение, мы должны показать всю процедуру и родителям. Когда знаешь, когда понимаешь, что будет происходить на экзамене, волнение само собой уходит. Поэтому самое главное, чтобы наши родители настроили ребят на положительный эффект, на то, что все будет выполнено, потому что учились 11 лет, знания имеются, знают обо всех особенностях проведения единого государственного экзамена дети. Ну и родители должны об этом знать, для того, чтобы поддержать свое чадо, чтобы все было хорошо. Наталья Васильевна уверена, что с базовым уровнем математики справится любой. Поэтому так спокойны родители перед экзаменом. И тем не менее, выставят ли родителям баллы? Конечно же, оценки им выставляться не будут. Но если кто-то из родителей пожелает, работа будет проверена. В конце мая стартует задача ОГЭ и ЕГЭ. Есть еще немного времени, чтобы настроиться психологически, успокоиться, настроиться на победу и уверенно приступить к выполнению задания. Ну, примерно так, как это сделали родители.